Быть здоровым человеком — это поистине счастье. К сожалению, в мире много соблазнов, которые оказывают губительное влияние на организм. К ним относятся психоактивные вещества. Зная про их вред, люди всё равно начинают их употреблять, веря, что смогут остановиться в любой момент. Но это иллюзия. Проблема наркомании давно уже поразила все страны и континенты и, в общем-то, захватила территорию нашей Российской Федерации. Каждый пятый гражданин, употребляющий наркотики, — это лицо, не достигшее 18 лет. Можно предположить из этого, что наркомания — это заболевание молодёжи. Врачи предупреждают, употребив хотя бы один раз запрещённое вещество, человек уже разрушает своё здоровье. Когда человек только начал, первый раз употребил наркотическое вещество, мы можем оценить это состояние, помочь такому человеку. А когда мы на поздних стадиях выявляем, когда он уже закончил школу, приходит к нам с целью дальнейшего обучения в каком-то вузе или на работу устраивается, выявляем в его биологической жидкости наркотик, это уже сформировавшийся наркоман. И такого лечить очень сложно. Если бы заметили изменения в поведении близкого человека, к примеру, он стал суетлив, путается в своих мыслях, это уже тревожный сигнал. Воздействие психотропных веществ провоцирует гибель клеток мозга, возникают нарушения координации, речевые патологии, нарушаются рефлексы, интеллектуальная деятельность и может случиться паралич. Коварство наркотиков заключается в том, что человек, употребляющий наркотические вещества, очень поздно начинает понимать, что наркомания – это не просто заболевание, а тяжелейшая зависимость, от которой почти невозможно освободиться. Здесь, помимо поражения внутренних органов, помимо поражения печени, поджелудочной железы, легких, сердца, мы имеем еще поражение головного мозга. А здесь самое главное – задача врача, близких людей – помочь больному человеку изменить свой образ жизни. Это очень сложный процесс. Помимо правильного назначения лекарственных препаратов, необходима индивидуальная работа. Употребление запрещенных средств приводит к сужению круга интересов. Личность становится апатичной, безинтересной и переступает нормы социальной и личной морали. Поэтому врачи говорят, что страдает близкое окружение зависимых людей. И только совместные усилия самого больного, его близких и докторов помогут человеку встать на путь исцеления. Если мы все вместе возьмемся за эту важнейшую социальную проблему нашего общества, а мы – это органы власти, органы управления, средства массовой информации в обязательном порядке, медицина, органы правопорядка, общественность, у нас что-то получится. И тогда мы все, опять же, подчеркиваю, именно все сможем помочь таким людям вырваться из лап этого тяжелого недуга. Субтитры создавал DimaTorzok